Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган 177. Сегодня у нас на обзоре будет карта Сосновый лес. В двух исполнениях осенняя и летняя версия. Обзорчик записывается на летней версии карты. Автором данной карты у нас является Саша Нанаев. Ну и из описания. Сюжет думайте сами. Ну, как бы я так предполагаю, что здесь все банально. Грязь сложная, но она на болотах. Много ручной работы, приятного прохождения. Ну и на карте два гаража. Один открыт, другой закрыт. Две заправки, один лесоповал, две точки погрузки. Пять лесопилок, шесть точек разведки. Четыре автомобиля на старте заменяемые. Плюс еще автомобили присутствуют на карте. Размер карты 1024 на 608. Ну и еще раз повторюсь, автором карты является Саша Нанаев. Что, в принципе, как летняя версия, как осенняя версия карты, они ничем не отличаются. Только что визуализацией. Вот. Ну, ребят, карта на самом деле такая достаточно многообещающая. Хоть она и у меня, так скажем, будет по обзору импровизационному. Ну, тем не менее, я думаю, будет интересно. Тем более, что карта уже была некими людьми пройдена, обкатана. Я думаю, не зря. Так что, ребят, усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Итак, продолжим. Значит, продолжим мы с вами вот с чего. У нас здесь стоит К700. Автомобиль, я так предполагаю, рандомный. Ну, блин, вообще рандом, честно говоря, ни о чем. Ну, не знаю. Ну, как минимум здесь... Ну, единственное, что здесь вроде как где-то у нас должен быть открытый гараж. Да, вот, гараж открыт. Вот. Мы можем как бы у него ТПХЦ, если что, да. Вот. Ну, а так вообще автомобиль вот этот зарандомился здесь вообще ни к чему. Потому что, ну, блин, ну нет на нем никакой ПКУшки и так далее, и тому подобное. Да и точка погрузки, ребят, у нас хрен знает где вообще. А, хрен, хрен знает где. Кто знает где точка погрузки, ребят. Вот я не знаю, где точка погрузки. И топливную станцию вижу. Второй гараж вижу. Лесопилки вижу. А, вот она точка погрузки. Ну, блин, ну как на нее попасть, честно говоря, я пока что даже боюсь предположить. То есть, ну ладно, давайте мы с вами сделаем следующее. Поставлю я примерно где-то вот сюда, вот, ориентир. Едем мы с вами чуть прямо, получается, и дорога у нас пошла направо. Да, и, соответственно, мы должны теоретически вроде как попасть на точку погрузки через лесопилку. Да, то есть, мы сейчас едем с вами на лесопилку изначально. Так, здесь вот у нас, ребят, многообещающие болота. То есть, в описании было даже сказано, что именно на болотах достаточно такая хардкорная грязь. Да, по большему счету я и взял вот эти вот автомобили. Что Красс, что Урал, да, они как бы в аккурат сделаны под меня для моих обзоров. Ну, и плюс ко всему они, эти автомобили, достаточно хорошо проходимые. Не зря, короче, взял, я так предполагаю. Ну, блин, хочу сказать одно-то, то, что вот вроде как болото, да, надеюсь, именно про эти болото говорил автор. Но, тем не менее, тем не менее, едется достаточно очень комфортно на второй передаче. Я, конечно, прекрасно понимаю, что данный Красс, он не из робкого десятка, что называется, да, то есть, он вполне такой проходимый. Ну, блин, ну, слишком легко ему как-то удается это все. Проезжабельность вся эта, ну... Здесь я вообще, ребят, еду аж на четвертой передаче. Где у нас точка разведки, ребят, я ХСЗ. Ну, скорее всего, я правильно еду, потому что... Блин, ну, было бы банально, бы неправильно делать здесь дорогу. Карта преимущественно сделана из рефов, но рефы свои. То есть, автор лично сам эти самые рефы делал, так что, как бы, я особо это не акцентрирую. Потому что, а, типа, рефы, это плохо. Нет. Рефы это хорошо, тем более, что они свои, да, чисто для комфортности, так скажем, создания тех или иных карт. Автор изначально сделал рефы, и, возможно, он ими будет пользоваться в дальнейшем на каких-то других картах. Ну, давайте мы, наверное, с вами, вот, откроем 375-й. Что он у нас дает? Давайте проверим. Ну, как минимум... Ну, кстати, вам вполне возможно, что он, опять же, рандомный. Наполовину убитый, ну, 290 из 600. И топливо в нем 147 литров из 270. Ну, чисто по такому рандому, вы знаете, ну, приятненько. Вот если действительно, вот каждый раз был бы такой рандом. Ну, как минимум потому, что, вот, вы приехали на лесопилку, вы почти обсохли там все дела. И тут такой подарок судьбы, а-ля дозаправка. Ну, поди хреново, да? Еще где-нибудь в районе точки погрузки такая же Петруха приключилась бы. Было бы вообще супер-пупер замечательно. Так, ну, поехали дальше. Ну, так, мне надо отсюда каким-то макаром выехать теперь, ребята. А, ну, каким? Вот таким, да? Вот таким вот макаром мы отсюда, собственно говоря, выезжаем. Не знаю, что здесь меня, правда, поприветствуют. Я надеюсь, что-нибудь такое благополучное. Дорога пошла сюда. Ну, хотелось бы вот эту точку разведки хапануть. А там, ладно, как карта ляжет, что называется, да? Давайте вот тогда мы с вами в таком случае выкозюливаемся отсюда потихонечку, полигонечку. Наверное, прям так задним ходом и поеду. А хотя, не, наверное, в огород заеду. Бедный хозяин этого самого домика, видать, у него особо и не спрашивали, когда этот Урал здесь парковали. Представьте себе, вы ходите, вы одним прекрасным утром на улицу, да? Вы ходите такие, думаете, там, ага, там, утреннюю там кладку сделать, там, что-нибудь еще. Вот, и в огороде у вас Урал стоит, да, такой, блин, с топливной цистерной. И еще там, не дай бог, что-то подтекает. То есть, короче, ладно, что-то я не туда. Вот, в целом, в целом, прикольно. В целом, прикольная карта. Я не знаю, как здесь будет ездить дефолт, ребят, ну, честно. Но, в целом, едется неплохо. Вот тут эти вот охапки бревен. Я не знаю, как сейчас, но раньше в них проваливались автомобили. Ну, по ним надо ехать, прям, вы знаете ли, из разряда еле-еле душа в теле, и тогда, вроде бы, более-менее тогда едется, и ничего не проваливается. Ну, хотя, может быть, этого фигню и пофиксили. Может быть, и сейчас машины не проваливаются в них. Раньше, помню, когда только-только вот еще Мадранер появился, была такая петруха, что автомобили банально проваливались в эти бревна, особенно, если вы по ним едете, ну, не знаю, там, на первой передаче, так скажем, максимально выжатым газом, вот, да, то есть, на второй передаче, это прямо это стопудово машина туда кулькулась, да, вот. Вот, а за остальное, честно говоря, стопудово утверждать не стану. На первой, может быть, и проезжалась бы, но и то не панк. Так, наверное, стоит вторую все-таки передачу включить, что-то как-то слишком нагло, мне кажется, ездить. На четвертой передаче по Грязюке. Не, ну, в целом едется, плюс ко всему присутствуют и сухие дороги. Я думаю, не я один это заметил. Ну, хардкор, реально хардкор. На дефолте здесь реально можно прикурить, причем при этом потратить большое количество топлива. Я думаю, так, я думаю, надо скриншотом мне еще делать. Вот что я думаю. Вот такие какие-нибудь, да, там. В целом все выглядит неплохо, реально неплохо. Очень красиво, косяков я не наблюдаю. Все сделано грамотно. Ну, как бы и автор уже далеко не первую карту делает. Ну, Саша делает карты уже и со старой версии игры Спинтайрес 0303.16. Сэм прекрасно понимаете, да, уже сколько времени прошло и сколько автор сделал карт. Тут нечего добавить, что называется. Вот, то есть профессионализм налицо, да. То есть делает он, знаете, очень быстро, очень быстро все эти карты. Вот, не знаю, ну вот, например, я бы, наверное, провозюкался с этой карты гораздо дольше, нежели вот Александр и Калаконопаде. Вот, ладно, давайте мы, знаете, что с вами сделаем. Мы вот с вами вот сейчас вот сюда выйдем. Я так предполагаю, здесь у нас что-то а-ля асфальтированная дорога. Вот, потом вот сюда, а потом, может быть, туда. Ну, я хз, короче, как там она дорога ляжет. Как говорится, в потемках-то я ничего предположить не могу. Еще раз напомню, что обзорчик у нас сугубо импровизационный. То есть я впервые на этой карте, да. То есть, вот. Подписался я на нее в стиме. Вроде как она доступна для друзей у Александра в мастерской. Вот, ну, безусловно, после обзорчика она будет опубликована везде и всюду. Собственно говоря, ссылочку под видео вы, безусловно, увидите. Вот, перейдя по ссылке, попадайте на наш сайт. Там будет ссылка и на воркшоп, и, соответственно, на... Для пиратской версии игры, да. То есть, обладатели пиратской версии тоже смогут ее скачать. Кайфануть, покататься, насладиться, что называется. Ну, много грязи. Я, я, да, есть сухие дороги. Ну, в принципе, мы были предупреждены в описании о том-то, что грязи здесь хватат. Да, то есть, автор нас не обманул. Это грех не обмануть, так как скажем. Ну, вот, с другой стороны, вот смотрите, здесь у нас сухая дорога пошла, да. То есть, не все так плохо, особенно если учитывать, что карта все-таки не максимального размера, да. Вот, наличие сухих дорог, оно реально балансирует карту и достаточно очень неплохо. Реально неплохо. Вот здесь, смотрите, сколько асфальта. Как говорит, ехай не хочу. Вот, я вот, собственно говоря, поехал. Ой, ну, прям, прям, ребят, благодать. Прикиньте, какое большое количество асфальтированной дороги. Ну, давайте, наверное, скриншот даже сделаю, что, типа, асфальт здесь есть. Даже, невзирая на то, что автор нас предупредил о том, что здесь, типа, а-ля хардкор, да. Ну, вот, ну, тем не менее, асфальт здесь есть. И я даже хочу сказать, что в достаточно большом количестве. Вот, смотрим. Открыли мы с вами очередную точку разведки. Как про ехать к той точке разведки я, честно говоря, пока что не догоняю. Ну, скорее всего, как-то вот так, там, вот так, их языкак. Как-то, как-то, как-то вот так-то. Вот, короче, я, 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 я хрен знаю. Ну, давайте, ладно. Я, наверное, скакать не буду по горам, по долам. В принципе, вот здесь вот если напрямки-то ломануться, оно может... Я и срежу, кстати. Ну, может быть, как говорится, чем черт не шутит, да? Давайте попробуем. А чё? Да? Что мы, не на кразе всемогущем. Крат достаточно действительно всемогущий, проходимость у него отменная. Вот, поэтому, думаю, почему бы и нет, почему бы и не резануть, так скажем. Тем более, что на обзорчике-то. Да и во время прохождения той или иной карты, если это позволительно, так скажем, самой картой, почему бы и не махануть, да? В жизни-то тоже мы ездим, видим, ага, можно махануть. Ну, мы махаем там. Вон, люди вообще, он, видит две сплошные. Один хрен маханут. Так, а где у нас точка погрузки-то? Что-то... А, погрузка брёвен, блин, а я, походу, до неё так и не докатился, чё ли, да? Блин, печальку, да? Ну, я вообще хотел докатить. Ну, кстати, обращаю внимание, ребят, тут на погрузке нет ни одной машины. Вообще нет ни одной машины вспомогательной для погрузки. То есть, вам нужно туда ехать в аккурат. Обязательно ехать нужно будет туда с манипулятором. Ну, вот как ни крути, а манипулятор вам пригодится. Ну, не знаю, какой-то жадный у нас автор, честно говоря, на вспомогательную технику для погрузки. Вот это вот рандом. Ну, нахрена он сдался, вот этот МАЗ с запасным колесом? Типа, ремонт, все дела, блин. Он, блин, он 200 метров проедет. Тут горючки на 127 литров, буквально на 200 метров у него хватит. Ну, и 81 очко ремонта. Вот, прикиньте, вот такая дурандень стоит, которая ни хера, можно сказать, не едет, а ползет, да, и при всем при этом он нам дает всего-навсего. 81 очко ремонта. Блин, ну, это, честно говоря, несколько печально, обидно, досадно, да, как говорится, ну и ладно. Если уж прям вообще хреново, да, вот вы едете, и он тут вот этот МАЗик заспаунился, то, может быть, да, вы как-то одушевитесь, не поедете более бодрее, но с другой стороны смотришь, ёпта, да и такая таблетка, блин, стоит, не едущая ни хрена. Вот, и всего-навсего несет нам одно, ой, по-одному, 81 очко ремонта. Ну, хардкорненько, если грязь, то хардкорн. То есть, вот я вижу, прекрасно вижу, что машина едет крайне неохотно. Так, взяли мы с вами очередную точку разведки, давайте опять же посмотрим на миниатюру карты. Сверху у нас идет мост, там, это, предполагает, у нас асфальтированная дорога. По большему счету у нас осталась всего-навсего одна точка разведки, и я, я вот, правда, не знаю, как туда подняться мне. Ну, вообще, хотелось бы взглянуть вообще хоть на одно из оформлений этого самого заправочной станции, ну, топливной станции, да? Давайте мы, наверное, так, собственно говоря, с вами и сделаем. Я проеду к заправке, а потом будем смотреть, как там можно куда еще махануть. Ну, вот опять же, да, сухие дороги. То есть, в целом, все достаточно очень даже неплохо. Как говорится, могло быть и хуже, учитывая то, что автор в описании все-таки написал, что есть хардкор, да? Но, но, типа, на болотах. Я бы вообще, наверное, даже не упоминал бы об этом, честно говоря, учитывая то, сколько здесь. Баланс идеальный. Ну, я бы даже сказал бы, чуть ли не 50 на 50 относительно сухих дорог и, собственно говоря, грязевых дорог, наверное, 50 на 50. Ну, давайте заправимся. А, это я что? Это я канистр заправил, сорян, ребят. Так, давайте я переключить на топливную цистерну. Немножко так скажем, чтобы машинка-то просела, да, почувствовать, что называется, вес. А мы вот здесь куда-нибудь с вами могем проехать, нет? Так, ну, на четвертой передаче что-то как-то круто очень, наверное. Блин, как бы здесь на хребтинке-то мне не повиснуть. Надо немножечко взять правее. Ну, да, здесь тут, в принципе, можно и кощу... Кстати, нехило. То есть, прикиньте, вот вы едете вон там вон, да, да, вот. И в целом можно даже умудриться затусоваться и на заправку вот здесь вот проехав. Так, ну и смотрим, да, смотрим. Значит, ориентир у нас тудэй. Так, ну, я так думаю, нам как раз вот по этой асфальтированной дороге и нужно ехать. Так, наверное, скриншот какой-нибудь. Захар, 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 Захар. Сделать скриншот, короче, я хотел сказать. Надо сделать, вот. Ну и едем. Едем потихонечку, полигонечку. Никуда особо не торопимся. Включаем пятую передачу, газпол, и мы никуда не торопимся. Ну, дорога-то вроде она куда-то сюда, а ориентир у нас куда-то туда. Блин, ну вот я хз, правда, честно. Попаду я туда, не попаду. Блин, ну... Прям туда меня манит ориентир, да? Ну, пока мест... А, ну вот здесь поворот, в принципе, асфальтированная серпантинная такая дорожка. Блин, ну, ребят, ну на самом деле, я считаю, что зря автор пугал нас грязными дорогами. вполне, 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 вы знаете, можно проходить эту карту на дефолте, в грязи будет тяжко. Ну вот, но в целом, в целом, я хочу сказать, что знаете, единственное, что я хотел бы еще сделать, единственное, что я хотел бы сделать, ну вот болото, о которых говорилось, вот болото раз, вот болото два. То есть это два таких вот харкорных мест. Ну, может быть, вот здесь сюда тоже еще вот. Вот. А в целом, в целом, ребят, все вполне проезжабельно. Дороги преимущественно, я бы даже сказал бы, сухие. Вот. Гаражик второй. Гаражик второй. Давайте посмотрим актуальность этого гаража. Ну, в чем вообще заключается актуальность большого количества гаражей на картах? Это значит, если мы открываем второй гараж, то как минимум с него должно быть комфортно ехать, загружаться. Да, то есть своеобразная альтернатива. Ты открываешь второй гараж, и, соответственно, тебе должно быть ближе ехаться к погрузке. Ну, вот там. Возможно, даже к топливной станции. Что мы здесь с вами наблюдаем? То есть мы со спавном выезжаем с аддонами, одетыми. Гараж у нас здесь открытый. Еще раз данное упоминается. Одеваемся, заправляемся, едем на точку погрузки. Здесь мы с вами грузимся прекрасным образом и замечательным даже. Вот. Отсюда мы с вами выкозюливаемся. Ну, за то, что ехать вот обратно, здесь вообще как бы вроде и слов-то я не могу каких-то дополнительных найти. Здесь вроде бы, ну, с какой-то из сторон здесь явно точно можно подъехать, чтобы загрузить. Потому что здесь теоретический блокпост, здесь теоретический блокпост. Ну, даже не теоретически, а практически. Вот. То есть заезжаться будет с этой стороны. Но один хрен, учитывая, что здесь вот преимущественно сухая дорога, немного хардкорчика только вот в этой области. Ну, проедется быстро, короче. Ну и давайте посмотрим на эту сторону, да. По этой стороне, ребят, тоже, в принципе, все понятно, ясно, да. То есть заехали сюда, вот здесь вот по этой чумазилке проехали, разгрузились на эту пилку. Да, хардкорно. До сюда доехали. До этой пилки, ребят, доехать, в принципе, изи. Вот. И что у нас? Где у нас? Раз, два пилка, три, четыре. А где пятая? А, вот она. Вот, вот, вот. Возле гаража пятая. Вот. То есть, в принципе, в принципе, все вполне досягаемо. Ну, не знаю, актуальность второго гаража, мне кажется, особо не актуальна. Вот. Тем более, что карта не максимального размера, поэтому оно, наверное, так и есть. Я даже обычно могу что-то привнести свое, да, относительно сюжета. Типа, а, вот неправильно, надо было вот там. Я не могу сказать, где надо было, может быть, он просто-напросто, этот гараж здесь лишний. Вот. Это единственное, что, наверное, можно даже было сюда пилку добавить, нежели второй гараж. А так, в целом, две топливные станции, я считаю, что это очень даже отчасти многовато. Ну, не знаю, не знаю, кому как. Ладно, ребят, давайте мы с вами на этом закруглимся. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, и вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177. Карту вы эту сможете скачать, увидев ссылочку под видео, поперейдете на наш сайт. Ссылка Steam и, соответственно, для версии пиратской. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok